В первую очередь хотелось бы извиниться, скажу так, что впервые мне стыдно, стыдно за то, что сегодня произошло, и не за то, что там мы играли или еще что-то, а за то именно, как подошли и с какой мотивацией мы подошли. Эта игра была о возможности, возможности быть в призах, возможности цепляться за призами. Мы его просрали и просрали абсолютно. Просрали по той простой причине, что мы не занимались футболом, мы занимались каким-то пожертвованием, каким-то день благодарением. Тем, что, в общем-то, не связано никакой мере с футболом. Соответственно, футбол таких вещей не пускает и не прощает. Мы боремся за места, а за места надо бороться именно за места, а не за места какие-то. Х-фактор, что там, голос и так далее, и так далее. Хотим в этом участвовать, значит, в этом участвовать. А это пожалуйста. Сестра моя жена участвует, вот можно, пожалуйста, с этим тоже заниматься. И заниматься, идти петь, рисоваться или еще что-то. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Нет, есть. Вопросы нет. На Муроков сегодня играл Гозлов. Причем? Потому что неделю он хорошо выглядел, соответственно, конкуренция, желая конкуренция, он играл в составе. Иван Сергеевич, незабитый пенальти на кого повлиял, как вы считаете? Я не знаю, на кого повлиял, я знаю то, что какая-то непонятная ситуация. Трактовали пенальти и трактовали руки, то, что если они ниже плеча и с близкого расстояния, это не пенальти, мяч попадает рукой, но одновременно мяч попадает с двух метров в руку и рука ниже плеча, скажем так. И это почему-то пенальти. Почему-то Жозина – это пенальти, почему-то здесь – это пенальти. Я что-то не понимаю, почему это пенальти, а в других матчах это не пенальти. Вот, может, ну, я не знаю, кто-то, трактовать будет, но, наверное, как-то что-то скажет. Может, кто-то скажет, но я предполагаю, что никто ничего не скажет. – Первый тайм пошел очень-очень натяжно, и вот команда, можно сказать, разыгралась только во втором тайме. После установки вашей, или все-таки команда собралась где-то по каким-то своим причинам? Иван Сергеевич, мне не вопрос, а хочется, поскольку все-таки последний матч на Урмском стадионе в этом чемпионате. Я думаю, выражу мнение всех представителей СМИ. Хочется сказать вам большое спасибо, что вы всегда шли на контакт. Вы слушали наши вопросы. Иногда, может, и совсем удобные. Поэтому хочется просто сказать вам чисто спасибо. Пожелать поставить последнюю жирную точку в чемпионате в Савигорске. И пожелать новых успехов. Ну, уже, я думаю, спасибо большое, в первую очередь. А второе, мне кажется, мы сегодня уже поставили такую жирную точку. И сами себя настолько подставили, что это неописуемо. И это раз. А второе, спасибо за слова. А третий момент, что я хотел бы сказать, это через, опять же, пресс-инференцию, да, за поздравление с рождением ребенка. Всех хотел бы поблагодарить, кто поздравлял, кто желал лучшего. Наилучшие пожелания, в общем-то, и лучшие пожелания. Соответственно, всем спасибо. Ну, нет, в чем у вас есть? Нет. Спасибо. Все, спасибо.